Память сохранится в наших сердцах, Панкратов Чёрный оглох и сломал два ребра. Панкратов Чёрный рассказал, что на съёмках сериала «Оглох и сломал два ребра». Во время съёмок популярной теленовеллы по законам военного времени народный артист Российской Федерации Александр Панкратов получил несколько травм, но не стал брать больничный, так как не мог подвести товарищей. Народный артист Российской Федерации Александр Панкратов Чёрный рассказал, как оглох во время съёмок сериала «По законам военного времени», а до этого сломал два ребра на сценах взрывов. Этот сериал идёт уже несколько сезонов – перестрелка, слежка за шпионами, стрельба, драки. Взрывы эффектно выглядят на экране, но актёрам существовать в таких условиях крайне сложно, ведь во время съёмок они постоянно травмируются. Александр Панкратов Чёрный теперь неважно себя чувствует из-за травмы, полученной на съёмках восьми новых серий теленовеллы «Снимали под землёй». «Стреляли из ППХ. ППХ – это пистолет-пулемёт Хорошмана. Была сильная отдача, меня ударила, я оглох», – рассказал Панкратов Чёрный журналистам. Однако, несмотря на травму, артист не взял больничный и продолжил съёмки. Панкратов Чёрный добавил, что до этого во время съёмок одной из сцен со взрывами он сломал два ребра и также превозмогал боль. Играл свои эпизоды, потому что не может подвести товарищей. «Простое в кинопроизводстве допускать нельзя, это очень дорогое удовольствие, особенно сегодня», – объяснил артист. Напомним, в телефильме «По законам военного времени» народный артист Российской Федерации Александр Панкратов Чёрный исполняет роль шофёра. Сериал рассказывает о событиях июля 1941 года в Киеве. С каждым днём обстановка всё больше накаляется, гитлеровская армия на подходе, в городе появляются тайные предатели Родины, которых пытается найти лучший следователь Киевской военной прокуратуры Иван Рокотов. Также перед ним поставлена задача выявить шпионскую организацию, которая действует ещё с конца 30-х годов. Напомним, Александр Панкратов Чёрный отмечает в этом году сразу три юбилея – 55-летие окончания театрального училища и 45-летие работы в кино, а также 40 лет легендарной советской комедии «Мы из джаза», где он сыграл главную роль. Эта лента режиссёра Карена Шехназарова была названа лучшим музыкальным фильмом 1983 года по опросу журнала «Советский» на экран. Корректор А.Кулакова